ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Президент Гаук в одном из последних интервью рассказал об опасности с Востока. Металлические барьеры и усиленные наряды полиции ограждают посольство Нидерландов в Анкаре. Вечером в субботу здесь прошла акция протеста против запрета властей Голландии на агитационные митинги турецкой диаспоры с участием членов Кабинета министров Турции. Они должны были обеспечить голосование живущих в Нидерландах турок в поддержку идеи наделить дополнительными полномочиями президента Реджепа Таипа Эрдогана на референдуме в апреле. Акция протеста состоялась и у Генерального консульства Нидерландов в Стамбуле. Накануне голландское правительство не разрешило прилететь в Роттердам министру иностранных дел Турции Мевлюту Чаву Шаглу. Министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саяк Айя также не пустили на митинг в Роттердаме. Ее попросили покинуть Голландию и вернуться в Германию, откуда она приехала в страну. Это вызвало массовые беспорядки у здания турецкого консульства в Роттердаме. Полиция силой разогнала участников акции протеста, которые пытались атаковать стражей порядка. Конные и пешие правоохранители применили дубинки. Для разгона особо буйных были использованы водометы. В субботу президент Эрдоган назвал правительство Нидерландов последышами нацистов и фашистами за запрет на проведение агитационных мероприятий в голландских городах с участием турецких официальных лиц. Премьер-министр Голландии Марк Рютте счел высказывания турецкого лидера безумными и выходящими из ряда вон. МИД Турции рекомендовал послу Нидерландов Корнелиусу Ван Рею, которые находятся в отпуске, в течение некоторого времени не возвращаться в Анкару. Правительство Турции пообещало дать предельно жесткий ответ на действия Голландии, союзника по НАТО. 20 человек ранены, 40 задержаны. Таков результат беспорядка в грузинском Батуми. Конфликт возник между несколькими водителями и сотрудниками патрульной полиции. Полиция выписала одному из мужчин штраф 200 лари. Это 75 евро. Тот отказался платить. За него вступились другие жители столицы Аджарии. Возникла потасовка, которая переросла в спонтанный митинг возле управления полиции. Около тысячи недовольных горожан требовали уволить ее нового начальника Малхаза Батиашвили. Протестующие считают, что с его назначением полицейские стали выписывать слишком большие штрафы за незначительные нарушения. Затем протестующие начали бросать камни и подожгли несколько машин. Спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших 11 силовиков и депутат от правящей партии. Министр внутренних дел Грузии заявил, что все участники волнений будут наказаны по всей строгости закона. Георгий Мгебришвили также не исключил кадровых изменений в своем ведомстве после изучения всей ситуации. Пожар на химзаводе в России. В городе Тольятти загорелось предприятие Куйбышев Азот. Там вспыхнули две установки по переработке цикла Гексана. Огонь охватил около 500 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 100 человек и пожарный поезд. Через несколько часов пламя удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара неизвестны. Подачу цикла Гексана перекрыли. На месте развернули лабораторию, которая производит замеры воздуха. По данным главного управления МЧС в Самарской области, выброса вредных веществ нет, и жителям города ничего не угрожает. Циклогексанон — это бесцветная маслянистая жидкость с запахом ацетона и мяты. По словам представителей МЧС, он не относится к химически опасным веществам. Кубышев Азот — одно из ведущих предприятий российской химической промышленности. Оно производит аммиак, азотные удобрения и технологические газы. Завод был построен 50 лет назад. Президент Германии Йоахим Гаук за неделю до окончания своего президентского срока призвал страну быть бдительной в отношениях с Россией. В интервью изданию Бильд Амзонта глава ФРГ заявил, что Берлин настроен на конструктивные отношения с РФ. Однако предыдущий опыт указывает на то, что с Кремлем всегда нужно быть на чеку. В первую очередь это касается предстоящих выборов в Буддестаг, возможное влияние на которые со стороны России не стоит исключать, уверен президент ФРГ. В качестве примера Йоахим Гаук привел историю девочки Лизы. Он напомнил, что в распространении ложной информации о якобы изнасилованной беженцами девочке из семьи русских немцев участвовали первые лица Российской Федерации, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров. Говоря о своем политическом наследии, президент ФРГ призвал помнить о том, что свобода зрелой личности всегда идет рукооб руку с готовностью брать на себя ответственность. Он указал и на то, что Германия движется вперед благодаря своим жителям. И заметил, что зачастую больше общественного внимания получают провалы, нежели успехи всей страны. 19 марта Йоахима Гаука на посту президента ФРГ сменит Франк-Вальтер Штайнмайер. Конкурс красоты среди женщин-трансгендеров должен был пройти в Таиланде в ноябре минувшего года. Из-за траура по скончавшемуся в октябре королю Пхумилону Адуль-Ядету его перенесли на несколько месяцев. Корона и титул Miss International Queen 2016 достались представительницы страны-хозяйки конкурса по имени Джирачая Сиримонг Каланвин. 25 лет. Второе и третье места заняли Натали Оливейра из Бразилии и Андреа Колласо из Венесуэлы. Всего название первой красавицы планеты в этой категории претендовали 24 участницы. Одна из целей ежегодного мероприятия, которое проводится в 12-й раз, дать почувствовать женщинам-трансгендерам, что они не являются изгоями общества. Как и в любом конкурсе красоты, программа этого включала дефиле в национальных костюмах, вечерних туалетах и купальниках. Площадкой, на которой соревновались участницы, стал ночной клуб «Тиффани» в Паттайе, известный своим кабаре трансвеститов. Таиланд остается довольно консервативной страной, не признающей однополых браков. Вместе с тем, здешняя ЛГБТ-община играет заметную роль в индустрии развлечений.